С 1 июня парки региона открыты и ждут посетителей. Одна из самых красивых исторических усадеб Подмосковья расположена на территории Одинцовского округа. Прекрасная парковая территория на берегу реки является местом притяжения для туристов и жителей. Мы очень готовились к приему посетителей, поэтому высадили огромное количество цветов. Вот у нас пионы зацветают сейчас. Очень красивая озвучка в парке. Мы рассказываем об истории парка, звучит классическая музыка. Ну и конечно же наши памятники, которые стоят у нас здесь. Мы сейчас с вами подойдем к памятнику Дмитрия Владимировича Голицына. Памятник замечательный. Он был установлен в 2013 году. И на открытие его приезжал губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Залы музейного комплекса готовы к приему гостей, но пока закрыты. А тенистые аллеи парка доступны для прогулок. Жаркие летние дни под кромами высоких деревьев находиться особенно комфортно. В конце марта мы закрыли парк для посетителей. Конечно время было очень сложное для нас, потому что были свои минусы, были плюсы. Но минусы это мы потеряли наших посетителей. Посетители потеряли музей на какое-то время. Ну а плюсы тоже есть. Ну плюсы прежде всего мы смогли провести работы по парку. Хотя музей был закрыт, но тем не менее сотрудники выходили, работали. Все-таки музей это очень сложный механизм. Его нельзя оставить ни на один день, иначе обязательно что-нибудь случится. Многим из этих деревьев более века. Некоторые завезены из других регионов страны. На реке Веземка живут водоплавающие птицы. А несколько лет назад здесь была оборудована лодочная станция. Совсем скоро лодочки вновь заскользят по воде. Лодочная станция соответственно откроется, когда на это нам дадут разрешение. То есть когда поступит непосредственно разрешение открыть весь музей, когда проводите какие-то мероприятия, тогда вот и откроется лодочная станция. Ну наверное это будет ближе к июлю месяцу. Погода радует теплом. Старинный парк в Больших Веземах открыт и ждет своих гостей. Екатерина Тулупова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.